а это у нас гранаты которые мы собираемся где-то сейчас взрывать но не сейчас но это сейчас позже расскажу куда мы с вами сегодня идем и что мы там будем делать я уже боюсь что там у тебя еще картошка вода фольга ну в общем все до сборы закончена выдвигаемся всем доброе утро мы сегодня с вами идем в поход вот у моего сына вот такая но это наверное вот не все ребята некоторые там заболели вот такая группа ребятам с ними занимается физкультурой здоровым образом жизни у него сейчас две группы старшая и младшая это я не знаю какие может быть из из обеих групп наверное ребята я не знаю я решила с ними сегодня пойти мне тоже интересно и тем более с нами идет еще хоть к все вот вот такой группой мы сегодня идем в поход я вообще они очень часто конечно ходят ну вот сегодня наверное но практически последний денек такой солнечный теплый они решили вот сходить они по моему и зимой ходили вот ну так интересно женя их как это ну как бы воспитание до культурное воспитание там физически он их с ними занимается три раза в неделю причем вот у него две группы из каждой группой в общем три раза в неделю вот так ну пойдем потихоньку до забыла еще такую детальку сказать для тех кто не знает мой сын он живет в обнинске это все происходит в город обнинск калу на калужская область потому что мало ли для тех кто знает понятно понятно вот хоть ки и только раздолье интересно она очень любит гулять вот посмотрим с вами что тут у них залез в обнинске я тоже никогда не было в лесу ребята тоже все веселые такие все на позе на позитиве вот такая природа погода шикарная можно сказать пока идем очень даже жарко наверно градусов 10 11 такой лес сейчас чуть-чуть приближу покажу такой подышим воздухом пойдем иду уже запыхалась за ней он там молодые молодежь очень далеко ушла сейчас приближу чуть-чуть ой ахатька счастливая счастливая и ребята вот там ну женя их вообще контролирует они слушаются его евгений сергеевич называют конечно он с ними занимается им тоже раздолье погулять но это наверное вот обычно ходят в такие походы те кто те кто это любит лес дорогу путешествие вот такой сейчас будем в лес заходить очень красиво все на позитиве идут общаются это прежде всего для них на только прогулка общение вот такая дорога в гору Так, ну, вроде бы, поднялись на горку. О, фитнес запыхалась какая-то. Солнце свипет. О, бусилка пьяная. Что? Там пьяная бутылка. Какая пьяная бутылка? Стёп, ты чё? Ой, какие ёлочки. Тут уже начинается воздух прикольный. Такой свеженький пахнет. Вот такие ёлки, сосны. Какая красота. Какая красота. Шишки. Подожди, тут шишки? Да? Там есть. Стёп, пойдём. 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 Какая красотища. Огненские леса. Остаёшь. 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 Леса? Ты вообще ходила остаёшь. А, почему? Да я что. Ладно, мы тебе же были. Так домные лазили по песку. Помнишь ты? Да. Что же происходит? Я палю, да? Да, я видел. Да. Помнишь. 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 Я там упала тогда. Надо упал. Элди. Надо всех догонять. Вот чуть-чуть с горкой теперь пойдём. Полегче. Потом опять по-моему на горку. еще солнце так жарко никто не ждал что-то будет жарко на какую тропинку мы красивые вышли все посмотри какие березки красивые и вот еще маленький да да ну потерпи самый маленький идет на экскурсию 8 лет а как тебя зовут а ты первый раз идешь ой такие смешные степка у нас степа ты уже какой раз идешь степ да не серьезно тебе 9 лет всего мой обманщики ну понятно что вы уже были но а где а где хоть к оставили а вот вылезла говорят упала сначала куда-то не могла вылезти нашлась красиво здесь хотели через эту песочную гору но не полезли ты не отставай хотя бы от меня пить хочешь но подожди можно уже скоро придем а у тебя там в рюкзаке но на ходу все если можешь делать давай на ходу так я конечно очень запыхалась столько приятного и припад препятствий а мы с этим мальчиком идем он мне ты осторожнее иди телефон не потеряй ой идет меня хоть смешит подбадривает да уж назад почему болото не такое то простое дело оказалось такой экстремальный поход женя а как же не знаю но мы еще не пришли по моему на место а ступеньки все позапалились да уж поход как оказалось я даже не могу разговаривать не то что идти не такое простое дело не знаю но мы еще не пришли по моему на место куда он там полез еще и жарко все по пьют подальше не купить пожалуйста все я бесил женя я бесила они еще куда-то полезли да евгений сергеевич мы так и пойдем а я бесила все никаких отдыхаем водичку пьем идем дальше еще долго 22 километра на восток не шути так со мной ты что на это очень тяжело оказалось какой вид на миллион чуть-чуть ветерок подол такая жара была я все устала вот такие бывают походы но если честно в своем возрасте я уже не помню чтобы я ходила такие походы ну когда-то там в детстве ходили в школе когда училась еще училась потом в техникуме мы ходили ну и все наверное на этом и сейчас в таком возрасте я уже забыла что это такое сейчас идем чисто вот такая возвышенная тропинка шаг влево шаг вправо можно упасть все снимать тогда пока больше не буду так горки закончились неужели неужели мы пришли куда-то на равнину да ну наверно слышно как я дышу ой спала уже приближаемся к лесу ой мы дойдем сегодня когда-нибудь или нет они они даже ребята насколько молодые и то все спрашивают у Жени ну все все мы скоро придем этот маленький вот этот все время следит за мной чтоб я не отставала ну все наверное вот заходим ой и Хатька Хатька она строго за Женей уже не слушает никого ребят идет строго за ним куда он туда и она не слушается его беспрекословно не упала и ямки и бугорки они уже все усталые еще когда мы там воду пили они кричат давайте причал воду пить когда кушать будем когда кушать будем так что для для них тоже это главное прийти костер покушать ну что а мы все продолжаем идти идем уже не знаю больше часа наверное после привала опять таки преодолевали такие горы горы какие-то не знаю сказал Женя что все 500 метров осталось ну я так думаю вот до до этого леса сюда мы идем у него какая-то точка определенная да вот столько позитива сейчас чуть не упали с горки все все разом так смеялись падай мы смеемся столько позитива все скакали все вперед я за ними наблюдаю за всеми поднимаются мы вперед поднялись а неужели ой бедные как я устала все силы какие были есть Степа как ты как пьяный но тут все уже как пьяные слушай ой а Тимоха вообще ну все мы это сделали ой нет поход это точно теперь могу сказать не ну можно конечно ходить в поход но не настолько чтобы преодолевать столько препятствий не знаю сколько мы шли сколько сейчас у нас тут времени сейчас я посмотрю даже не показывает что-то время около двух наверное уже шли наверное почти два часа ну сам не можете представить да почти два часа телефон уже даже вот у меня заряжается поставила в розыске на пол на пол на пауэрбанке куда они там пошли еще куда то я сейчас местечко теперь найти костерчик разжигать что то Женя будет их учить наверное Наверное, или он уже их учил раньше. Такие веточки, как на Новый год. Как в экстремальных условиях. Вообще, надо у него спросить, какая вот эта цель, цель похода, чтобы дети умели преодолевать трудности. Я видела, как им всем тяжело. Гриб какой-то красивенький. Так, а я, похоже, от них отстала. Пойду догонять. Ой, еще вот такая елочка зелененькая. Ну да, в лесу, конечно, воздух. Это стоило того, чтобы сюда отлети. Вон они там разместились. Пойду. Уже все поуселись. Вот, такие молоденькие. А уставшие. Что уж говорить за меня. Тем более, я первый раз. Здесь костер будет, а по телевизору. Очень красиво. Воздух такой. Слышно, что-то в лесу. Мох. Воду. Ой. Уселись, как старички. Все сидят уставшие. А, кто-то есть неуставший. Молодцы, ребята. Кто-то неуставший. Ну вот, у них идет подготовка. Ребята собирают сухие веточки. Сейчас будут костер разжигать. Все чем-то заняты. Молодцы. Пилят там, копают. Все так дружно у них. Хатька им помогает. А я сижу, отдыхаю. Оказалось, это все не так просто. И когда мы были в самом начале пути, я еще просто не подразумевала даже, что меня ждет потом. Я сейчас сижу и просто в шоке. С непривычки это, конечно. Хатька тоже, когда попадались какие-то лужицы, она оттуда с такой жадностью пила воду. Тоже, ну все устали, в общем. Что и говорить. Хатька нашла себе занятие. Женя дал ей бревно. Оставшая тоже. Костерчик там уже начинается. Женя, она бревно жует. Она чистит зубы. А, зубы чистит. Ну хорошо. Сначала вроде все поустали, а теперь все такие повбодрились чуть-чуть. Тут более-менее прохладно в лесу. Хорошо. Ну, они уже там поставили кастрюлю. Сейчас будут что-то варить. Молодцы. Поразгалились. Тут вообще я вот сижу чуть-чуть присиделась. Ой, а Хатька. Хать, Хатька! Привет! Красота! Что еще надо? Сейчас наварят еды. Отдохнем, поедим, пойдем домой. Хатька, наверное, голодная. А это моя. Ее лучше не так глубоко. Да это вот. Ты подгорела. Так! Я к тебе положу, хорошо? Давай. Адрича, Владыча, тебя снимают? А я Сарфу снимаю. Да, она. Ты куда картошку, Артем мы закинем? Сергей, Сергей, Света, мы картошку закинем. Картошечка пошла, затекает. А где она подгорела? Мне нужно пахнуть. Повара макаронные, где они? Макарон. Мы тут. О, тут я плеванулся. Ведите. А что это вы положили с другой стороны жарим? Ильяна, со мной попробую. Ее, Сергей, дайте туда топор закинь. А я жару. Сергей, Сергей, жару кашу из топора. Бросай, пожалуйста. А ты можешь поджарить, но да. Где твою? Кашу из топора. Женя, а я у тебя хотела спросить, а какая цель вообще вот у вас похода? У меня есть длинная, но она очень длинная. Ну, какая-то цель должна быть, ну, ты чему-то их учишь там, или чему-то... В основном, вот, некоторые ребята первый раз вышли со мной. Ну, есть, вот этот маленький, я знаю, со мной шел мальчик. Ну, а вообще, вот, ну, кому нравится или как? Какая у вас цель, вот, вы идете? Что вы хотите от похода получить? Да. Да. С детьми в лес, дети не выходят в лес, родители не ходят с ней в большей степени в цель. Я со своими постоянно в лесу. А вы не знаете, где лопата находит? Получи какие-то навыки. Вот, ну, вот я вот про вот это хочу. Да, ну, молодцы, я вижу. Они кто-то там где-то вот стукают и стукают, что-то чистят, что-то им там интересно. Все-таки вот... А вы не знаете, где лопата? А я делаю беленьку, чтобы стрелять. Можно было поиграть. А-а-а, ну, молодец, молодец. Как в экстремальных условиях, да, себя проявлять? Сила и выдержка, характера. А-а-а, еще и красиво, да? Ну, хорошо. Какого раза он мало получил? Картошки не можно остаться. Да. Осталось. Осталось. Сергей Сергеевич, когда мы сегодня расходили в поход, вы нам такой и тест устроили, чтобы мы нашли еду. Макароны. Сейчас кто-то в Диме. Да. Вкусно, наверное, с фольгой есть. Да, ничего. А-а-а. Так, а мне вот такая картошка досталась. Горячая начала есть. Очень вкусная. Печеная. В костре. Как раньше. В молодости. Хать, ты поела? Мало. Вылизала все. Всю тарелку. Ну, все. Мы уже идем. Уже, наверное, большую часть пути прошли. Идем назад. Идем немножечко другой дорогой. Потому что все, конечно, устали еще от дороги туда, когда мы шли. Ну, там потом все немножечко отдохнули. Вот. Что я хочу сказать. Ну, даже по поводу себя. Да, я очень давно хотела в поход пойти. Хотя бы в такой коротенький. Себя узнать. На что я способна. Ну, я выдержала. Но я очень устала. Без подготовки. Я представляю. У меня уже все ноги болят. Все икры. Все, все, все. Нафиг буду спать. Как убитая. Степа, как тебе поход сегодняшний? Плохой. Плохой? Да. Да ты что? Когда пришли на место, хорошо. А? Когда пришли на место, хорошо было. Ну, да. Вот когда там на месте, это более. Хорошо. А вот, конечно, мы туда очень долго добирались. Это очень хорошо, что еще. Ну, может быть, надо было пораньше выходить. Когда еще. Ближе к обеду, так солнце пекло. Но в лесу очень свежо. Ну, в общем, вот такой поход у нас получился. А всем добра, позитива. И увидимся с вами завтра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok